Всем добра! С вами Добрый Данил и в понедельник уже мы будем делать очередной выбор. Что же победит? Игра престолов или Мстители? Хм, ну в отличие от выборов президента, здесь могут быть два победителя. Погнали к новостям! Новым президентом Украины стал шоумен Владимир Зеленский. Во втором туре он со значительным перевесом более 70% голосов сделал опытного политика Петра Порошенко. Я за этой интригой следил больше месяца и народ Украины показал, что терпеть уже не может и выбрал не Порошенко. Предвыборные дебаты этих двух кандидатов побили все возможные рейтинги по количеству просмотров, но больше были похожи на спектакль. Видно, что Зеленский не разбирается во многих вопросах и Порошенко мог просто растоптать его, но атаковал слабо. А еще Зеленский перед вторым туром вел грамотную тактику. Больше отмалчивался шлиф, что только выкладывал на ютубе ролики, где рассказывал избирателям о себе. Также ему удалось навязать Порошенко свои условия. Поставить его на колени, как в прямом, так и в переносном смысле. Многие эксперты называют серьезной тактической ошибкой Порошенко то, что во время дебатов он стал на колени спиной к народу. Кстати, благодаря этому случаю я получил тоже свою выгоду. Мы поспорили с одним моим сотрудником о том, что же все-таки целует Порошенко флаг, либо руку женщины. И многие сказали, что руку женщины, а это мой вариант, и значит я выиграл. Если вы считаете, что флаг, либо наоборот поддерживаете меня, пишите в комментариях. Все-таки речь идет о целой пицце. Победа для Зеленского скорее всего шок. Этого мало кто ожидал. Нам, россиянам, Владимир Зеленский больше известен как КВНщик и актер, карьера которого началась на российском телевидении. Стоит ли на самом деле очаровываться его победой? В 2014 году он активно поддерживал переворот на Украине, а также карательную операцию на Донбассе. Зеленский заявил, что главной задачей его на посту президента Украины является возвращение домой моряков. Я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все. Арестованных в Российской Федерации за нарушение госграниц в Керченском проливе. Также прекращение огня на Донбассе посредством введения мощной информационной войны. Мы будем делать очень мощную информационную войну. То есть психологической обработки населения и налаживания контактов с Российской Федерацией. Какое будет продолжение этой истории пока непонятно. В любом случае президент правит не один и не сам по себе. У него есть команда. И насколько мощная структура стоит за Зеленским, покажет время. Ну и раз он все-таки теперь висит у нас как человек месяца по моей версии, я надеюсь, что этот парень сможет продолжить сериал «Слуга народа» только уже в реальном контексте. Человек мне импонирует. Мне импонирует его харизма. Но больше всего мне импонирует то, что политики заботятся о своем населении. Крайне буду признателен, если мой братский народ, украинцы, почувствуют перемены в лучшую сторону. Как говорится, не делай добра, не получишь и зла. В Пермской области пенсионер оштрафован за то, что он положил доски на разбитую дорогу. Мужчина опасается, что в дождливую погоду его автомобиль может застрянуть в глубоких колеях. Жалобу на пенсионера составил его же сосед, который испугался, что доски могут загореться. После этого случая местные власти обещали привести дорогу в порядок. Но только частично, так как в этом году средств на ее полноценный ремонт нет. Да и за самовольный ремонт дороги запросто могут выписать немалый штраф. В данном случае на пенсионера будет составлен протокол о повреждении дорожного покрытия. И назначен штраф в размере 5000 рублей. Поэтому, если вы хотите помочь своему населенному пункту и починить дорогу, нужно запасаться деньгами. Я в этом не виноват, но недавно мы с женой как раз обсуждали перечень закрытых для женщин профессий. Она все спрашивала, а как вообще такое может быть, что мужиков совсем не жалко? Почему они могут работать на этих профессиях, а женщины нет? Это получается какая-то дискриминация, только немножечко в другом ключе. Не то, чтобы женщины очень сильно хотели работать на этих производствах, но ведь если мужчины на них работают, и исключительно мужчины, что же выходит, мужчин-то не жалко? Так вот, число закрытых для женщин профессий в России сократят в пять раз. Представительницы прекрасного пола смогут управлять самолетами, поездами, морскими и речными судами, а также работать в химической промышленности. Данный приказ вступит в силу с 1 января 2020 года. Под запретом для женщин останутся всего 79 профессий. Это подземные работы, горнодобывающая промышленность, также тушение пожаров будет недоступно для женщин, работа на стройплощадках и производствах, если она связана с тяжелым физическим трудом. И можно сказать, что это победа феминизма в России. Однако, чует мое сердце о том, что феминистки останутся недовольны, о том, что женщинам разрешили частично опасные профессии и частично профессии с тяжелыми нагрузками. Ну, посмотрим. В России начнут премировать врачей за диагностирование рака. С 2020 года врачи, которые во время диспансеризации выявляют у пациента рак, будут поощряться материально. Правда, размер премии пока неизвестен. С таким распоряжением выступил Дмитрий Анатольевич Медведев. Возможно, таким образом врачи будут внимательнее относиться к пациентам, а то в большинстве случаев диспансеризация у нас проходит так, для галочки. Женя, а ты проходил диспансеризацию? Конечно, проходил. И как давно? Где-то приблизительно год назад. Слушай, ты вообще прямо красавчик каждый раз ходишь. То есть ты считаешь, что она важна и необходима? Важна и необходима по работе надо. Ну, самое главное – это здоровье. И вы не стесняйтесь ходить на диспансеризацию. К тому же под нее специально предусмотрены отгулы, оплачиваемые. Диспансеризация бесплатная. И в рамках этого можно, как бы звучало не нелепо, но сэкономить на своем здоровье, но при этом улучшить его качественные показатели. Здравствуйте. И представьте себе, если бы я был министром здравоохранения и хотел бы брать к себе врачей на работу. Здравствуйте, дорогие коллеги врачи. В наше министерство завезли денег. И теперь вы можете в них купаться. Мир, труд, май. Близятся майские праздники, и многие проведут эти дни на даче с лопатами. Вот будет лето, поедем на дачу. Руки лопаты. Граблями и шашлыками. Лук ядреный. Ну а кто-то выйдет на традиционную первомайскую демонстрацию, кто-то это я. По крайней мере, бюджетники точно. А вот ярославским коммунистам проводить праздничную первомайскую демонстрацию запрещают. Причем не напрямую власти. Участок пути, по которому хотели пройти дружной, сплоченной колонной коммунисты, арендует частная фирма. Она-то им и отказала, сославшись на то, что ранее заявку на проведение демонстрации подали профсоюзы и партия власти. Как сообщают средства массовой информации, данная частная фирма, Спектр Холдинг, может быть связана с одним из депутатов Ярославской областной думы. Вот это поворот! Коммунисты уверены, что все это происки бурджуазии. И пообещали, что если им не согласуют демонстрацию, они проведут свое несанкционированное шествие. Встанут на броневичок, возьмут в руки бревно и... ПОВОЛОКУТ! Ну, шутки, как говорится, шутками. Вы знаете, очень странно, что все эти года до этого не было такой какой-то проблемы. Ну и вообще, первомайская демонстрация все-таки очень сильно имеет родство с коммунистической партией, пусть и Российской Федерацией. И то, что происходит этот фарс, крайне странно, забавно и непонятно. Это что? Задача прижать к какому-то ногтю или приструнить кого-то. Так смысл их приструнять, особенно в их профессиональный день. Приструняйте в любой другой. Хотят они провести какое-то место. Ну, не согласовывайте. На первомайской демонстрации не знаю, кто идейный вдохновитель этой концепции, но ему, его сподвижникам и советникам закупить бы немножко мозга на Алиэкспрессе. Потому что если это сделали не коммунисты, то это идет в крайний разрез со здравым смыслом. Потому что делают этим же коммунистам очень большое количество баллов и поводов еще больше сплотиться, собраться и сделать свершение. Ох, не понимаю, не понимаю я некоторые поступки. Хотя, возможно, это я просто глупенький и чего-то не осознаю. Ну, вот такие события у нас были в России и в Ярославле. Естественно, событий в этом месяце огромное количество. Ну, лично я очень сильно жду события. Это, естественно, Игра престолов, где мы все-таки сможем победить этих белых ходоков. Очень бы было прикольно, если бы коммунисты сейчас тоже что-нибудь обыграли с этими белыми ходоками, буржуазией. Красные ходоки. Ага, красные ходоки из-за стены мавзолея восставшие. Ну, ладно, шутки шутками. Надеюсь, вам тоже понравились эти новости. Вы напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях, ставьте лукас и делитесь этой записью. Ну, и предлагайте свои варианты событий на следующие топы и новости, которые вы считаете нужными. Ну, а я пошел на велоакцию вместе со своим спортсменом-оператором. Всем добра! Врачи будут внимательнее относиться к пациентам и в большинстве... Чего? Что? Внимательнее относиться к пациентам? Оператор фокусировался фокусировался да нивыков выфокусировался 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 Оператор фокусировался Да не выфокусировался Выфокусировался